Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня 27 мая, и мы сравниваем наши сегодняшние показатели с 25 мая, с понедельником, и видим, что за два из тех прошедших дня у нас добавилось два новых случая зараженных саровчан коронавирусной инфекцией. И стало общим нарастающим итогом 98 таких человек, но при этом еще на 5 выросло количество выздоровевших, и стало их 63 человека, что тоже очень радует. И таким образом сейчас продолжают болеть из всех 98 заразившихся 35 человек, и из этих 35 человек 9 лечатся в больницах. По-прежнему один тяжелый у нас в Нижнем Новгороде, и 8 человек в нашей клинической больнице, при этом со средней степенью тяжести только 3 человека, остальные легкие, на дому все легкие. И плюс еще на карантине у нас находится 42 человека. Охват тестированием все последние дни у нас в среднем составляет 142 человека в день. Таким образом мы с вами продолжаем чуть-чуть наращивать, капает и капает заболеваемость, как говорится. При этом мы очень надеялись, что мы выйдем с нашими показателями на второй этап снятия ограничений различных с города. Но до сих пор мы на второй этап не перешли, и губернатора нам пока этого в ближайшем будущем не обещает, потому что мы слишком близко и слишком тесно связаны с Дивеево, который до сих пор на карантине. Поэтому помним об этом, стараемся изо всех сил, но перепрыгнуть выше головы не можем. Находимся по-прежнему на первом этапе и очень надеемся на приближение второго. Но карантинные зоны в Нижегородской области потихонечку уменьшаются. Я вам говорила уже, что снят карантин с Гремячева. И еще снята карантина с двух населенных пунктов – Смухтолова и Починок. И таким образом карантинными остаются на сегодняшний день только пять населенных мест. Это Павлова, Выкса, Тумботина, Кулебаки и Дивеева. Ну и поскольку Дивеево у нас самый здесь ближний к нам район, то все-таки полагают, что близкая и достаточно тесная наша контакти в плане того, что кто-то живет в Дивеево, может работать у нас, и наоборот, не дает пока нам право на большее количество ограничений, чем мы бы хотели. При этом те вопросы, которые задаются из раза в раз, и в сегодняшнем перечне они тоже есть по поводу Дивеева, все остается по нынешнему законодательству так же, как и было. Значит, из Дивеева к нам по-прежнему ездить на работу нельзя, ровно как и нельзя жить в Сарове и ездить в Дивеево на работу, во всяком случае, кроме медицинских работников и полиции. Но там отдельная история, и мы это проговаривали. Там из этих мест нельзя водить детей, нельзя пользоваться еще некоторыми услугами. Таких людей у нас немного. А вот когда в Дивеево карантин закончится, то есть вопросы, о каким образом эти люди будут обследованы, каким образом проживающие в Дивеево люди, но при этом сотрудники различных учреждений нашего города будут приезжать. Будут ли они обследованы, будут ли они высажены на карантин и так далее. Вот карантинные мероприятия, когда полностью в Дивеево завершатся и карантин будет снят, то в зависимости от того, в каком подразделении работает человек, относится ли он к категорированным группам. Категорированные группы, я уже говорила, но еще раз могу сказать, это все те, кто обслуживает детей, допустим, в детских садах. Это лица, которые работают с пожилым населением, это люди, которые являются учителями в школе, работниками столовых, работниками сферы услуг, будем так говорить, то они, мы посмотрим, если, значит, они будут не переболевшие, мы сделаем, или они сами там в Дивеево сделают, или мы им здесь сделаем анализы. Все остальные, если у них не будет симптомов заболеваний, не подлежат лабораторному обследованию, но, может быть, сделают анализы на ИФА. И есть еще сразу вопросы, сразу же их сюда в одну кучу все. Есть вопросы, может быть, нам заодно и всех сотрудников всех детских садов обследовать. А у меня еще есть вопросы от различных других ведомств, а может быть, нам заодно всех сотрудников обследовать. Вот я на все эти вопросы, объединив их в такой один большой, очень единый вопрос, всех, собственно, волнует одно и то же. Хочу сказать, что не нужно относиться к обследованиям как к какому-то самому главному профилактическому направлению деятельности нашей совместной. Потому что, о чем говорит анализ? О том, что сейчас человек не выделяет коронавирус, и сейчас он не болен. И только лишь. Это совсем не значит, что он не будет его выделять завтра. Значит, обследование, допустим, тех же работников в детских садах на сегодняшний день повальное, которые не имеют под собой никаких оснований, нам даст успокоение, нам с вами ровно на два дня. Через два дня мы опять спросим, а вдруг они где-нибудь заразились? Давайте их еще раз всех обследуем. Но это, в общем, путь такой в никуда. Он ничем не обусловлен, и он на самом деле только прикрывает. Мы вот как страусы с вами таким образом зарываемся в песок и делаем вид, что мы что-то предприняли. И на самом деле мы спаслись и уберегли себя, наших детей, окружающих и другие разные категории риска. На самом деле все очень просто, все давно прописано. И самые главные меры профилактики – это защита себя тем дистанцированием, масочным режимом, использованием различных перчаток в местах общего пользы, особенно где идет отработка документов. Это дезинфекция, это мытье рук, это проветривание помещений. В общем, все то, что давно и далеко уже распространено на все уровни всех наших руководителей, всех наших жителей, пенсионеров, групп риска. Вот все уже это все знают наизусть, но к себе применять не хотят, а хотят, чтобы это все выполняли другие. Вот я заразиться не хочу, поэтому пусть вот тот, к кому я прихожу, куда угодно. Пусть он будет в перчатках и в маске, а я еще подумаю, стоит мне этим заморачиваться или нет. Так вот, все-таки, еще раз, очень все просто. Если я хочу не заболеть, значит, я применяю эти меры профилактики, а не заставляю всех остальных вокруг это делать, и не поднимаю вокруг этого шум, истерику, и различные объявления, и заявления, что всех вокруг нужно обследовать. Вот все проще, товарищ, все гораздо проще. Но, тем не менее, значит, возвращаемся к обследованиям, и скажу, что те группы категорированные, которые положено обследовать, мы обследовать будем. Это ответ на вопрос. Теперь еще остается вопрос о остальные некарантинные районы. Что там у нас происходит? Вот там, к сожалению, мы видим тоже привозные случаи. Хочу всех нацелить еще на два района, на два самых крупных населенных пункта в этих районах. На Первомайск и на Темников. Из Первомайска у нас уже есть много привозных случаев. И хотя Первомайск нас уверял, что у них больных нет, но как только мы выявили этих больных и по цепочке начали их обследовать, тут же больные появились. То есть больных там нет, где совсем их не проверяют. Вторая сторона медали. Если много проверяем, много находим. Если мало проверяем, не проверяем, совсем не находим. Но тут ведь вот что еще важно понять, что под разными масками может проходить заболеваемость. Даже если мы ее не обследуем лабораторно, для нас общий показатель острых респираторных вирусных заболеваний, вне больничных пневмоний, это как раз те самые заболевания, которые мы предполагаем, что за ними тоже может прятаться коронавирусная инфекция. И мы видим, что таких у нас меньше. Вне больничных пневмоний у нас сейчас меньше. По последним нашим расчетам, средненедельные по сравнению со средненедельными прошлых лет на 19% ниже. Это при том, что у нас есть и вне больничные пневмонии, и ковидные. И острые респираторные вирусные инфекции, это я вам тоже уже рассказывала, у нас в этом году намного ниже. Именно благодаря тому, что многие наши жители соблюдают самоизоляцию и, собственно, заражаться особенно-то и негде. Значит, возвращаясь к неблагополучным районам, еще раз. Первомайск. Оттуда у нас есть завозы, заносы в различные коллективы рабочие, инфекции. И второе место, которое сейчас уже выходит на первое место, это Темников. Вот вся Мордовия тоже не страдает от высокого уровня заболеваемости. И наоборот, даже считается, что достаточно благополучно в этой части. Но наши близко расположенные населенные пункты Мордовии, в первую очередь Темников, дают нам как раз новые случаи заболеваний. Будьте внимательны к Темникову и не рассматривайте этот город для посещения там. Пусть даже это ваши хорошие родственники, пусть это ваши хорошие знакомые. Я думаю, что ограничить сейчас обязательно нужно и Темников, и Первомайска. А в остальном продолжаем жить так же, спокойно работаем, готовимся к выходу на новые этапы снятия ограничений и профилактируем в первую очередь себя от заражения. Всего вам доброго, до новых встреч!